Ну, а как ничего того, чтобы камеру повернуть? У тебя же есть камера. Я подемонстрировал экраны, говорю. Да, это твоя тёлка? Где? А, ты просто ещё не бреешься, я понял. Ты ещё молод. Я тоже в твоём возрасте не брился, похож был на женщину. Это нормально, ты подождёшь несколько лет, и всё будет хорошо. Ага, хорошо. Мой лучший джиг. Хорошо, ты в ВК есть. В ВК? А зачем? Мы же с тобой ещё не так хорошо знакомы, чтобы переписываться. Ты ещё меня даже с родителями не познакомил. Там у тебя рядом кто-то сидит? Да, я тут мы по скаку говорим. Ааа. То есть мы... А как зовут третьего нашего собеседника? Ещё двоих. Одного зовут Артёмка, а второго зовут Данил. А почему одного зовут Артёмка, уменьшительно ласкательная, а второго зовут Данил? Может быть он тоже Данилка? Данил слишком... Или Артёмка гомосексуалист просто? Вторая девушка в видеочате и тоже в тельняшке. Ты тоже служила где-то? Да, она служила в... В ВП. Я так полагаю, она служила своим мужикам бывшим. Чё, охерел что ли? Нет, ну все женщины... Нет, все женщины ухаживают за мужчинами, так ведь? Я не ухаживала, что не рано. Да как же, готовят, там убирают, стирают вещи, это же... Я не могу сказать, что за ним ухаживают, ясно. Почему? Ты достаточно милая. Нет, ты достойна того, чтобы у тебя был мужик. Серьезно. Ну, приезжай, будешь в моем... Не, я не по этой части, серьезно. Мне не интересен секс, в принципе. Гей? Нет, геям интересен секс, но им интересен секс с другим знаком. Тебе вообще не интересен секс. Я асексуал. Ммм, нифига себе, кру. Да. Да. Почему так? А я не знаю... Ты считаешь, это нормально? Ну, я думаю, что да, потому что примеры асексуализма, да, когда людям не интересен секс, он описан в разных источниках, там, на протяжении последних тысяч лет. То есть, это были такие люди, значит, это нормально. Ну, ты, короче, такой, да? И что, ты вообще не занимаешься этим или как? Нет, мне неинтересно просто. Ну, то есть, нет, я думаю, что если будет необходимость, да, если придут немцы и скажут, типа, ты должен зачать ребенка с какой-нибудь женщиной, я думаю, я что-нибудь смогу сделать, но так, ну, неинтересно. Капец, ты жас. Нет, ну, нормально, ты же... Нас интересует это. Я понимаю, женщины вообще очень похотливые. Я много с кем общаюсь. Ну, ввиду того, что, как бы, у меня нет влечения, да, к телкам, у меня нет, поэтому... У тебя было половых партнеров. Ну, зачем ты такие вещи спрашиваешь? Ты сразу портишь впечатление о себе. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, без сексуального подтекста. Мне просто интересно, я не встречала таких людей, почему я сразу порчу о себе? Да ты не нормальный, если честно. Почему? Да потому что, как мужчина может быть асексуальным, мужик. Ну, вот ты почитай, асексуализм. Это в природе даже заложит. Ну, смотри, вот естественный отбор, да, как известно, он отбирает только положительные мутации, да? То есть, есть мутации положительные, есть мутации отрицательные. Это не нормально, давай, это. Не грузина. Ну, хорошо, я не буду, не буду. Давай лучше поговорим о погоде. Какая погода? Вот о чем с тобой говорить о погоде, что ли? Вообще, как-то. Ну, так о чем вам? Если ты не видишь мужчине сексуального партнера, значит тебе человек не интересен. Это что за двойные стандарты такие? Давай я поздравлю именинницу. Давай. А сколько тебе исполнилось? 19. Вот я в 19 впервые женщину трахнул. И что, тебе не понравилось? Да не, я тебе... Может, я просто... Я тебе солгал. Слышь, ты меня вроде поздравлять собрался. Нет. Я вам солгал, короче. Естественно, мне не интересуют женщины. Я просто реакцию твою посмотрел. И понял, что лишний раз разочаровался в женщинах. Они ужасные создания. Ты гей, короче. Нет, я очень даже натурал. Кобец бон. Привет, привет, ты меня слышишь? Да. О, круто. А там что у тебя за женщины ходят? Бордаль. А ты кто, мамочка? Конечно. Мамочка. Не, просто обычно сутенёрщи в борделях это женщины. Да. А ты чё такой весёлый? С прищуром смотришь? С прищуром смотришь? Или ты просто немножко азиат? Казак. Казак? Да где твоя шашка и конь, казак? Может быть, ты казах? Казах – это Алмата. Как ты помнишь, казаков в Третью Азию отправляли. Вот вдруг, так сказать, родом я оттуда. В Третью Азию. А, то есть там, там, да, произошло смешение генов? Ну, это понятно. Но ты слишком хорошего мнения обо мне, я не знал того факта исторического. Странный выбор цвета стены. Почему он фиолетовый? Она прекрасна, она открывает. Я скажу вам по секрету, дамы, у вас микрофон находится не в петличке, а где-то в другом месте, потому что я одинаково слышу вас. Он у меня в руке. Не-не, это не он. Это микрофон. Это не он, сто процентов, потому что ты воткнула его не туда, куда-то. Я воткнула его туда. Ну вот давай так, давай ты говорить будешь не в него, я услышу тебя, сто процентов. Вот спрячь его куда-нибудь. Я слышала. Давай, говори. Слышно? Конечно, слышно. Скажи кое-что слово непростое. Электричество. Вот они, женщины, а. Их просишь сказать непростое слово. Они говорят электричество. Вы в 19 веке, что ли, живете? Электричество для вас непростое. Да, короче, ты меня раскусила, так неинтересно. Могла бы и помолчать, могла бы и не делать вид, что знаешь меня. Мы поговорили как люди, и это было бы забавно. Ты все испортила. Ненавижу женщин. Я не женщина. Я бигендер. Бигендер? Да. То есть у тебя два набора полых органов? Нет, это гермафра... О, нет, это транссексуал. А бигендер это тот, кто чувствует себя то одним, то другим. Как это померить? Нельзя сказать, что ты чувствуешь одним другим. Ты просто женщина, если у тебя набор женских полых органов. Я могу почувствовать себя... О, нет. Блять, так я могу почувствовать себя драконом, понимаешь? Ну тогда ты будешь драконом. Это я никогда не буду драконом. Я буду человеком, который чувствует себя как дракон. Ты берешь ЛСД и чувствуешь себя драконом. Но ты не становишься драконом. Какая разница? Прием, прием, меня слышно, Альбукерке? Охуел, что ли, Альбукерке? Это не обзывательство, Альбукерке. Это база такая, Альбукерке. Чувак, ты что, историю не знаешь, что ли? Нет. Это база российского флота в Крыму, Альбукерке. Нет, не слышно. Ребята, зайдите на канал, ссылка в описании. Там парень снимает неплохую чат-рулетку и интересные споры. Рекомендую к ознакомлению. Канал Будни Студента. Канал Будни Студента.